Уважаемые друзья, добрый вечер. Мы начинаем нашу пресс-конференцию и по традиции я представляю главных тренеров команды. Главный тренер команды СКА Санкт-Петербург Милоша Ржига и главный тренер команды Атлант Московской области Александр Смирнов. Пожалуйста, по традиции слово гостям. Сегодня была наша игра такая, как я ожидал, как я хотел. Что-то другое играли. От начала команда Атланты была настроена лучше, активнее. Мы потеряли много шайб, играли другой хоккей. И я только рад за победу, потому что в конце тоже сделали огромные ошибки, которые такая команда делать не может. Как был результат 3-1, мы не можем пропустить игрока с штрафной скамейки в большинстве еще. Поэтому той концовкой я недоволен. Мы действительно очень хорошо начали первый период. Создали довольно-таки хороший момент, но, к сожалению, не смогли их реализовать. И в первом периоде ребята сыграли так, как мы их просили. О чем просили? Они практически выполнили все то, о чем мы договаривались. В втором периоде немножко сбились на какие-то непонятные действия. Но потом подкорректировали, они опять вернулись к этой игре. Но, к сожалению, те ошибки, которые мы совершили, в частности, гол, в большинстве, к сожалению, опять пропустили. Это, скорее всего, наверное, от концентрации зависит от игроков. Потому что нельзя делать такие ошибки, когда тебе доверяют тренера, партнеры, доверяют тебе какие-то шансы забивать гол, а мы пропускаем свои вороты. Будем разбираться, будем работать над этим. Ну, а в плане самодачи никому претензий нет. Ребята старались, сбились, играли до конца, создали также в концовке хороший момент, но, к сожалению, не реализовали. На всем. Спасибо. Александр Евгеньевич, вдогонку вам вопрос. Если позволите, от болельщиков в территории Атланта, присылают они постоянно, и мы с ними на связи, показалось не только им, но и, в общем-то, специалистам, которые сегодня в пресс-центре тоже были, что команда стала играть более агрессивно, динамичнее. Вот что удалось сказать ребятам за те два дня, когда вы, в общем-то, в роли главного тренера работаете? У нас не было два дня, у нас был один день всего. Да, мы с ребятами побеседовали, и кое-что пытаемся сейчас изменить в системе нашей игры. Сегодня уже вырисовывались такие намётки, что мы хотим, что мы требуем от них. Ну, надеемся, что в дальнейшем будет только улучшаться. Спасибо вам, этого желаем. И ваши вопросы, уважаемые журналисты, пожалуйста. Если нет вопросов, вот тут ещё один вопрос, тоже от болельщиков. Что делать, чтобы не пропускать в большинстве? Работать. Отлично, ваконично. Есть ещё вопросы? Ну, тогда и последний. Работа в Атланте напоминает ли годы в химике? Я думаю, что это к обоим тренеру вопросом. В какой-то степени. Ваши раз. Работа в Атланте напоминает ли, в данном случае, а у вас в прошедшее время, напоминала ли работу в химике? Потому что оба вы работали и в Атланте, и в химике. Ну, это в один год, да. Да? В один год мы не работали. Нет, не в один год. А в МИИ-2. Я играл в 11 лет в химике и работал. И в Атланте напоминает ли, какие-то есть параллели? Да, естественно, конечно. Для меня есть, да. А у вас множество? Так мы продолжили с этим химиком работу практически в половине сезона. Поэтому, конечно, я бы хотел, чтобы эти ребята это узнали. Потому что сегодня, да, сегодня поменялся тренер, и их желание было другое. Но там родились такие игроки огромные. Там всегда был хоккей хороший. История хорошая. А это продолжается этим клубом, этой Атланте. Но это, чтобы вспомнили, дрались чуть-чуть побольше. И в той команде, кстати говоря, 2005-й. И что еще остались? Некоторые игроки. Это Космачев, Игнатушкин. Да? Видели сегодня стих? Если видим, перед матчем, да. Ну, спасибо. Пожелаем успехов. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok